Сегодня около 200 верующих из Карачао-Черкесии встретили Курман-Байрам в Саудовской Аравии, где совершают хадж. А в республике по уже сложившейся традиции с утра во всех мечетях мусульмане совершили праздничный коллективный намаз. После мусульмане поздравили друг друга, даря подарки и посетили могилы усопших родственников. Как отметили праздник Курман-Байрам верующих в Нагайском районе, расскажет Ахмат Халкечев. Курман-Байрам – один из двух великих священных праздников мусульман, который отмечается в 10-й день месяца Зульхиджа. Рано утром практически все мужское население аула Эркинхалк собралось в мечети на праздничный гайд-намаз. В этот праздничный день маленькая мечеть аула не смогла вместить всех прихожан, из-за чего многие оставались на улице. После коллективного намаза к собравшимся с проповедью обратился имам Мурат Али Хаджиба Драков. Прослушав проповедь, все идут на кладбище, чтобы навести могилы родственников, совершить обряд дуа. Мурат Али Хаджи пояснил, в чем смысл этой традиции. Это напоминание живым, что этот мир, эта жизнь, она не вечна, что им это вечность, это ахреттефиль ахера. По преданию, пророку Ибрахиму нужно было принести своего сына Исмаила в жертву, но когда обряд жертвоприношения был почти свершен, Всевышний заменил сына на ягненка. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, в качестве обряда поклонения Аллаху, мусульмане совершают заклание жертвенного животного. Мясо делится на части, чтобы раздать родственникам, соседям и нуждающимся. По уже сложившейся традиции, нагайцы, живущие в Турции и странах Европы, передали аманат своим соплеменникам, живущим в Карачаево-Черкесии. Закупить 50 барашек на средства, перечисленные членами диаспоры, которые предназначены только для нуждающихся семей. В каждом селе у нас есть списки. Списки есть у имамов, списки есть у наших глав сел. Мы с ними советуемся и находим слово. Мы с ними советуемся и все это раздаем. Ну это каждый год у нас вот так. Помимо пяти населенных пунктов самого Ногайского района, мясо жертвенных барашек получат еще и нуждающиеся семьи в ваулах Кызыл-Юрт-Кабейского района и Карамурзинский Ставропольского края. Поистине, каждое дело оценивается по намерениям. И по намерениям каждый заслуживает, что намереваться и получит. Да, и Аллах, чтобы Аллах всех принял, и тех, кто это прислал, и тех, кто сейчас, ребята, которые эти режут. Потому что тоже, аль-хамду-ля, кто-то финансировал, это купил. Но тоже, братья, если ради Аллаха приходят, режут, раздают. Аль-хамду-ля, доводят это до положенного. Да, и Аллах всем, Аллах, чтобы принял всех недеяния и вознагазил по их намерениям, по их счетам, скажем. Глубокий смысл, заложенный в этот великий для всех мусульман праздник, состоит в том, чтобы научить людей делиться тем, чем наделил их Всевышний. Дабы вкус праздника ощутили и те, у кого нет материальной возможности. Ахмат Халкищев, Руслан Харченко, Вести Крачево-Черкесия, Ногайский район.